Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осецкая, канал увязания и обо всём, что связано с вязанием. И вот, наконец, наступило то время, когда Анна Полозняк запускает свой четвёртый сезон ликвидации. И, естественно, я в него вступила. С понедельника, 23 января, целую неделю мы вступаем в виде вступления. В этот раз Аня говорила о том, что не обязательно показывать всю пряжу, если нет такого желания. Но я решила, что пряжу я буду снимать. Снимать для себя, чтобы знать, сколько у меня пряжи. Мне очень хочется сравнить это количество моей пряжи в этом году, в прошлом году, в прошлогоднюю пряжу. Но, знаете, я стараюсь покупать не очень много. Покупаю, но стараюсь по минимуму. Хочется побольше связать. Прям вот, нет, зависть это ужасное чувство. Если есть белая зависть, то я завидую именно белой зависти девочкам, которые вяжут 12-15 килограмм. Ну, 20 килограмм в год. Я в прошлом году извязала 6 небольшим килограммов. Ой, я сейчас скажу, сколько я извязала в прошлом году. У меня записано в блокноте. Я извязала 6 килограмм, 148 грамм. Это получилось 12 324 метра. Я считаю, что для меня это, в общем-то, неплохо. Но хотелось бы побольше. И я решила, что снимать пряжу, всю пряжу. Я буду снимать видео по моей пряже. Что-то я заплуталась немножко. Я вот приготовила. Буду записывать вот в этом блокнотике. Пряжа 2023. Естественно, я буду записывать все за кадром, чтобы не тянуть время. И в первую очередь я хочу снять. Сегодня будет первая часть пряжи, посвященная носочкам. У меня носочной пряжи достаточно немало. Я тут еще прикупила немножко пряжи. Здесь будет носочная пряжа. И к ней я присоединю все остатки. Потому что из остатков я буду вязать и носочки, и варежки, и следочки. Поэтому я к носочной пряже присоединю еще все остатки, которые у меня есть. Итак, давайте начнем смотреть пряжу. Вот первая у меня здесь лежит три вот таких клубочка. Три, вернее. Как они называются? Сейчас скажу, как они называются. Три таблетки. К сожалению, я не могу точно сказать их название. Я покупала на сайте шелкопряда. Это было, по-моему, в прошлом году. И почему-то у меня здесь нет никакого названия, никакой записочки. Обычно, когда у меня остаются остатки, я стараюсь записать, что это. Но здесь ничего не было. Единственное, я знаю, что это пряжа носочная, 75% шерсти и 25% акрила. Я себе так и запишу. В каждом клубочке 100 грамм. Значит, у меня пряжа шелкопряд 300 грамм. Я так и запишу. Пряжа шелкопряд. Я забыла сказать, что в каждой таблеточке в 100 граммах 420 метров. Итак, у меня еще есть одна маленькая таблеточка. Вот такая замечательная. Это пряжа, которую мне подарила Света. Канал ее называется «Связан спицами Светлана». Лежит у меня уже, наверное, год. Может быть, чуть больше. И пока руки не дошли до нее связать из этого замечательного моточка. Пряжа очень мягкая, очень приятная. А здесь состав 50% мериноса и 20% паста. А в 100 граммах 400 метров. Здесь в этой таблеточке 50 грамм. Но, естественно, пряжа мягкая, нежная, приятная. Просто замечательная пряжа. И вот я держу вот так. И прям руки греются внутри. Итак, я записываю себе блокнот. И потом переходим с вами к новой пряже. Так, следующий артикл носочной пряжи. Очень люблю эту пряжу. Нравится она мне. И ее у меня было очень много. Я часть раздарила, часть у меня еще осталась. Это, да, правильно, вы поняли. Это «Газал Хэппи Фит». Здесь 75% мереносной шефти, мереновул. И 25% полиамид. В 100 граммах 330 метров. Вяжу я из этой пряжи с спицами троечка. Лежит у меня, лежит эта пряжа у меня в комоде, вот в таком пакете. И здесь у меня раз... Можно я не буду вытаскивать ее? Нет, я ее все вытащу. Я думала, ее у меня значительно меньше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь моточков. Я не буду пока называть цвета. Если я буду вязать из этой пряжи, то я назову цвета вот такое. У меня вот такая красота у меня есть. И вязать... Не знаю, что я буду из них вязать. Носочки, шапки. Потому что сейчас я запустила новый проект, который называется «Шапки, варежки, носочки». Все можно связать и варежки, и носочки, и шапки из этой замечательной пряжи. Поэтому пока не знаю, что я буду вязать, а вязать буду все. И когда будет она у меня в работе, я тогда уже буду говорить о том, какой это номер, и что я буду вязать. Значит, это пасма, которую, когда раскрываешь ее, там две пасмы, перематывается два клубочка, и вяжется сразу два носочка. Можно по очереди вязать носок, просто я вяжу сразу два носочка, поэтому так и говорю. И носочки, получается, не надо ничего подбирать, носочки получаются одинаковые, замечательные. Я их стираю в стиральной машине. Так, итак, у меня их 8 моточков. Значит, здесь 800 грамм. Сейчас я запишу, уберу эту пряжу, и будем смотреть дальше. Следующий артикл «Носочная пряжа» так и называется «Носочная от пехорки». У меня ее достаточно много. Вот здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я уберу сейчас этот пакет, чтобы не шуршать. Я покупала упаковку, в упаковке было 10 штук. Я уже вязала из них носочки. У меня есть распакованная пряжа, ну, по моточку я ее положу. И будем иметь в виду, что у меня в пакете семь мотков. Так, и еще у меня вот такая есть пряжа. Это все носочная. Вот этот моточек я вытащила из пакета, чтобы показать его цвет. Вот такой это цвет называется «Темная джинса». Это восьмой моточек. Вот такие по одному моточку. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И вот это остаточек от носков, которые я вязала нашим ребятам. Здесь шестьдесят два грамма. Значит, у меня получается двенадцать моточков, здесь сто грамм. Получается... Так, сейчас не буду записывать. Двенадцать моточков по сто грамм. В каждом моточке двести метров. В каждом... Ой, неудобно здесь. Так, в каждом моточке двести метров. И здесь пятьдесят процентов шельст, пятьдесят процентов высокообъемный акрил. Очень мягкая пряжа, вяжется замечательно. Но барашком пахнет просто такое впечатление, как будто бы он прямо рядом со мной. И я, когда подношу его понюхать, такое впечатление, это я прямо уткнулась в барашку. Правда, вот эта пряжа, она лежит открытая, и уже такого запаха нет. А та пряжа, которая в пакете, там запах... Такой концентрат запаха, что дышать очень приятно. Так, пряжа мне нравится. Я вязала... Я уже говорила, что я связала носочки из этой пряжи для наших ребят. Буду еще вязать. Я совершенно... Ну, пока не разочарована. Я не знаю, как она будет носиться. Но вот в изделии она мне очень нравится. В носочках она замечательная. Итак, я записываю, и потом беру новую пряжу. Следующий артикул у нас будет Ализе. Вот у меня такая пряжа этого артикла. Так, сейчас я вытащу из пакета перемоточка. Вот такая красота у меня есть в наличии. Так, ногами перевернула. Что по этой пряже? Ну, классика она и есть, классика. Нравится мне очень эта пряжа. С удовольствием вяжу. Вяжу на спицах два с половиной. Это Ализе Комфорт Сукс. Стираю в стиральной машине. 75% шерсть. 25% по-моему здесь акрил. Так. По-моему это, да, 25% акрил. А в 100 граммах 420 метров. Вот очень нравится вот эта расцветка. Я уже говорила в видео. А пряжа тоже. Я вступала в проект Носочный фейерверк. И показывала вот эту пряжу. Говорила, что она мне напоминает Дальневосточную осень. Вот, вот такая пряжа. У меня ее 2, 4, 6, 8 моточков. Не успеваю я всю пряжу извязывать. Очень хотела купить артисан. У меня нет артисана. Но я решила взять себя в руки. Как мне говорит моя подруга, держи себя в руках. Я держу себя в руках. Не стараюсь сейчас. Сказала, я извяжу хотя бы часть пряжи. Хотя бы половину. Но, честно говоря, мне просто даже класть ее некуда. Потому что у меня вот везде, где можно положить пряжу, у меня лежит пряжа. Поэтому пока хочется, но покупать не буду. Так, и вяжу, я говорила уже на спицах 2,5 и стираю в стиральной машине. Вот такая красота. Я сейчас уберу и быстренько покажу следующую пряжу. Но прежде, чем убрать и показать, я ее запишу. Следующие артиклы насочной пряжи у меня представлены по 2 маточка. Я их покажу вместе. А это первое. Это Нака Боха. Классический состав. 75% шерсти, 25% полиамида. Но здесь 100 грамм и 400 метров. Чуть-чуть толще, чем Ализе Супервош. Вот таких два замечательных цвета у меня есть в наличии. Так, дальше. Следующая пряжа Водопад. Это остатки. Это последняя пряжа. Сейчас она уже давно, наверное, не скажу, сколько, как она закончила свое существование, не производится больше. Пряжи из Троицка, но, честно говоря, мне жаль, потому что пряжа неплохая. В 100 граммах здесь 400 метров и в составе 70% шерсть и 30% капроны. И когда смотришь на нее, солнечные лучи попадают на пряжу, она прям переливается. Очень неплохие носочки, получается, очень неплохо вяжутся, тепленькие, мягонькие и очень комфортные. И еще у меня два артикла. Это Астра Карелия. Это пряжа, по-моему, прошлого года. У меня она представлена вот в таких два моточка осталось. Из этой пряжи я добавляла, я вязала дочери в конце года носки. У меня была пряжа Drops Fabia и цвет очень похож, но из 50 граммов не получились носочки полноценные. В общем, я добавила туда еще 12 грамм из этой пряжи. Расцветка была практически такая же, только вот эта Карелия Астра она была чуть-чуть поярче. Поэтому здесь у меня не 100 грамм, а 88 получается. Итак, что это такое? Карелия Астра носочная пряжа 75% шерсть и 25% нейлон. 100 грамм их 400 метров. Вот такая пряжа у меня есть. Их два моточка. Очень красивая расцветка, такая яркая, мне очень нравится. А это, знаете, зимняя. Лед, вода. Такое... такая прям зима-зима. Вот такие у меня четыре моточка представленные в моей коллекции. Сейчас я их запишу и вернусь к вам с другой пряжей. У меня осталось два артикла пряжи. Сейчас я вам покажу. Они у меня в купленной вот полной упаковкой. Это одна упаковка, а это здесь 10 моточков было, а это вторая упаковка, здесь было 5 моточков. Я их уберу и по одному моточку у меня есть. И я вам сейчас расскажу о пряже. Значит, серая пряжа, вот эта, мягкая, замечательная пряжа, но она без всяких опознавательных знаков. Когда я ее покупала, было только на набирке магазина написано, что пряжа экспериментальная, здесь 300 метров 100 граммах, 50 процентов шерсть, 50 процентов акрил. Собственно, почему я ее взяла, не знаю. Она лежала, так несколько вот таких упаковок лежала, и я как-то ее... но я сама не знаю, зачем взяла. Рука взяла, рука потянула упаковку, заплатила. Я думаю, что теперь делать, если рука потянула, значит, надо взять. Вот, я связала образец, я буду вязать из этого тоже носочки, связала образец, и вот посмотрите, какой хорошенький образец, ровненький, очень аккуратненький, хорошо держит резинку, вот так вот. почему она называется экспериментальная, почему у нее нет никакой этикетки, понятия не имею. Я просто была в магазине, я уже много раз рассказывала об этом магазине, и первый раз я попала в такое количество народу. Я обычно ездила там, когда приезжаешь к открытию, заходят первые 30 человек, ты покупаешь пряжу по мелкоптовой скидки. И я всегда приезжала, было там 2-3 человека, ну, может быть, 5, это редко было. А в этот раз я приехала, было очень много народу, и все быстренько что-то набирали, набирали, и я поэтому даже не спросила, почему это такая пряжа, как это, чья это пряжа, чье это производство, вообще ничего не знаю. Но единственное, я хочу сказать, пряжа мягкая, она совершенно не скрипучая, она достаточно приятная, и вот такая, так хорошо ложится, ровненько, короче говоря, из нее тоже буду вязать носочки. У меня таких 5 моточков, это значит, у меня 500 грамм, 300 метров, 100 граммах. Так, и еще пряжа, последнее мое приобретение, честно говоря, немножко я расстроилась, потому что эта пряжа называется эко-вул, носочная пряжа, здесь 100 граммах, 210 метров. Я, когда заказала пряжу, я заказывала ее на, в интернете, нет, не так, я заказывала ее на складе Shop Lama, у них есть сайт, и я заказываю там иногда, когда я заказываю много, то заказывала у них через сайт, естественно. И я не посмотрела, что эта пряжа, здесь написано полугрубая шерсть, стопроцентная полугрубая шерсть, но уже и купила. Я обязательно на эту пряжу сделаю обзор, я из нее свяжу образец, я постираю, может быть, она после стирки будет помягче, но вот смотрю так, знаете, у нее нет всяких вот вкраплений, типа как у деревеньки, у нее какие-то щепки, не щепки, а вот попадаются там какие-то волоски, какие-то вот колючие кусочки, травы, что ли, сухой. Здесь вроде этого нет, она вроде бы такая однородная, но, конечно, она очень жесткая. Я надеюсь, что по сестирке она будет лучше, будет приятнее. Собственно, почему я ее взяла, потому что я хотела купить стопроцентную шерсть, у меня уже нет стопроцентной шерсти в запасах, чтобы вязать носочки для ребят, а это было единственное, и причем на сайте вообще вся закончилась шерсть. Вот стопроцентной шерсти нет. Я в это же время покупала носочную пряжу, вернее, покупала носочную пряжу от пихорки, но, может быть, за месяц до того, как я купила эту пряжу, и было очень много расцветок. А сейчас, когда я посмотрела, было только две расцветки носочки, и вот эта одна расцветка была от ЭКОВУ. Ну вот, взяла упаковку, у меня 10 штук, буду пробовать, буду вязать, посмотрим, что получится. Итак, вся носочная пряжа у меня закончилась, а сейчас я вам хочу показать те остатки, которые у меня есть, и которые будут у меня, тоже пойдут в работу. Но это не значит, что я буду вязать носочки, только из них носочки, это будут и следочки, и носочки. В общем, посмотрю, что я буду вязать. Давайте сейчас посмотрим мои остатки пряжи. Ну вот, это мои остатки. Огромное количество остатков, правда, здесь не все остатки, здесь есть целые моточки, и я вначале, я уже снимаю это, наверное, третий дубль, я думала, я буду отсюда доставать, показывать, но очень неудобно, я, конечно, буду доставать отсюда, но я уберу эту коробку, она огромная, эта коробка из Икеи, она большая, такая, достаточно тяжелая, и я уберу ее, и что-то интересное, конечно же, буду показывать в кадре. Здесь у меня носочная пряжа, это Ализе, Ализе Супервуш, а это Карелия, ой, нет, это водопад, это остатки от водопада, я тоже вязала носочки, эти носочки я отправила Ане, когда был проект «Наши теплые дела», я еще говорила, что носочки, вот мне вдруг увиделось из этой пряжи связать мужской джемпер, вообще было бы супер, жилет, именно мужской жилет, вот это остатки, я их потом взвешу, я просто себе в блокнот запишу остатки, и все остатки вместе взвешу и запишу, когда буду вязать, если что-то буду из остатков вязать, куда-то добавлять, то я буду естественно смотреть, потому что я помню, что что это за пряжа, вот это совершенно замечательная пряжа, это моя любовь, это бабушкин носок, по-моему пехорка, стопроцентная шерсть, не колки в руках это приятно, естественно к лицу, к шее это будет очень колка, но она очень теплая, вяжется легко, вяжется приятно, и вот не такая колючая, как эко-волу я показывала чуть-чуть раньше, даже в позапрошлом году, я летом вязала, была на отдыхе и вязала из нее носки, я вязала носки для ребят из этой пряжи, и мне не хватило, вот я докупила моточек, сколько здесь осталось, я не знаю, но грамм наверное 60-70 есть, я потом завешу и запишу, очень мне нравится эта пряжа, а сейчас еще хочу показать вот такую пряжу, это 50% шерсть, 50% акрил, семеновская, здесь 100 грамм, что буду вязать из нее, не знаю, а вот это чисто шерстяная пряжа, тоже здесь 100 грамм, это я когда-то покупала папе на шарф, и у меня вот остался один моточек, я хотела связать носки, но черная пряжа, ну не знаю, может быть сесть на балконе, когда будет тепло, и вязать так, чтобы у меня днем, с утра с утра или днем так, чтобы было бы видно и не когда второе освещение. У меня вот таких два целых моточка, это махерка милия от Камтекса, здесь 50 грамм их 100 метров, 50 процентов махер, 20 шерсти, 50 акрил, вот таких два моточка синих, это вот остаточек синих, и вот это вот такой серый. Я положила в носочки для того, чтобы ниточка такая достаточно толстенькая, добавлять в носочки, ну как бы наверное будет очень толстый, если брать допустим ну в принципе если взять пряжу 50 процентов шерсть, 50 процентов акрил, она тоже толстая, добавить вот эту нитку, мне кажется, это будут очень толстые носки, но зато они будут теплые. Я в этом году, вернее в прошлом году отправляла, добавляла махеровую нитку в следочки, они такие волосатые получились, такие смешные, но вот я их надела, попробовала, были очень комфортные, может быть я и добавлю следочки, вот эту вот махеровую нитку и будет тоже приятно и комфортно. Так, дальше здесь у меня остатки разные, вот тоже интересная пряжа такая, это я вязала персику, может быть я ему и оставлю для кофточки, называется великолепная от пихорки, здесь 50% шерсть, 50% акрил, 300 метров в 100 граммах, была у него такая кофточка, и я наверное это тоже отложу ему на кофточку, и здесь я думаю, что хватит ему связать кофточку, он у нас мальчик мелкий, так, что вот это, то, что я сейчас показываю, это все у меня шерсть с акрилом, 50% шерсть, 50% акрил, это семеновская пряжа, но здесь ее так много, знаете, я, наверное, даже не буду показывать, а вот макер, о котором я говорила, я соединяла две ниточки, у меня была желтая семеновская, тоже такая же пряжа, и я вот так соединяла, вязала, в общем, было замечательно, это английский махер, еще покупала моя мама, она смотала в клубочке, у меня мама очень мало вывязала, но очень любила, когда все смотано в клубочке, и у меня вот таких несколько клубочков, которые я хочу извязать на следочке, так, ну, знаете, что здесь столько всяких остатков, что даже наверное я не буду показывать их, я просто взвешу их, запишу, и смысла показывать их, я думаю, что нет. Вот у меня есть здесь два моточка пряжи целых, это пряжу я покупала в фикс-прайсе, пряжа пряжа не держит никакую форму, но она вот такая симпатичная будет, и я думала тоже из них связать какие-то следочки, правда, не знаю, будут греть, будут греть, не будут греть, может быть, какой-то, какому-то, вот допустим, взять вот так и соединить их, они будут такие пушистенькие, и в то же время вот эта полушерстяная пряжа будет держать стабильность, придаст стабильность этой пряжи, может быть, будет очень ничего, но во всяком случае, следочки из нее вместе с полушерстью, я думаю, связать можно. Вот у меня таких два моточка. Так, что здесь еще можно показать интересное? У меня есть один моточек, остаток, вот такой пряжи. Сейчас я вам покажу ее. Так, что это такое? Вот такое, это вот такая пряжа лама букле стрейч, здесь так, здесь 100 метров в 50 граммах, в состав входит 40% шерсть, 40% акрил, 37% п, п, это синтетично, поле, поле, нет, не поле акрил, поле, не знаю, какая нить, п, написано, 77% и 3% лайка, лайкра, она тягучая, она тянется, вот я не люблю такую пряжу, которая вот так тянется, но тем не менее, вот из такой красной я когда-то вязала из одной персико-кофточку, он ходил в ней, а еще у меня было два моточка вот таких зеленых, я вязала носки, когда это было, когда был первый проект у Ани в позапрошлом году, он назывался «Наши теплые дела», я вязала носочки из них, они получились такие совершенно бесформенные, с широкой голенища, знаете, у меня девочки смеялись, говорили, как твои валенки поживают, они их называли валенками, пришла «Лиза, помочь мне, но надо понижиться, погладить ее, давай-ка, моя дорогая, мы идем отсюда, я тебя потом поглажу», вот, и, но она была, вернее, они у меня еще есть, они уже стали протираться, у меня первый раз в жизни протерлись носки, потому что я в них хожу дома и не надеваю тапки, и, Лиза, ладно, я не надеваю тапки, хожу в этих носочках, они такие теплые, они такие комфортные, я их не стала посылать Ане, потому что, ну, мне было как-то даже неловко, такие неуклюжие носочки, посылать для того, чтобы кто-то носил, а вот я ношу их с удовольствием, и, к сожалению, у меня вот этой красной осталось только один моточек, и из нее, я не знаю, если получится следочки, это будет замечательно, и вот тут, и вот тут у меня осталось немножко зеленое, думаю, может быть, как-то я способом хеликс какой-то кусочек повяжу, я бы с удовольствием связала следочки для себя, и просто вот огромным удовольствием носила бы их дома, поэтому это я сюда кладу, и еще у меня вот тут, это остатки от моих носков, happy fit, вот такие у меня есть моточки, они тоже, конечно, пойдут в дело, я думаю, что я свяжу из них деткам, я уже много раз говорила, что в этом году, это вот Лиза идет на шерстяной пряжи, вот так, я уже много, я уже не знаю, как от нее убрать руки, чтобы она не дергалась ко мне, подожди, Лизочка, подожди, Лизок, подожди, в прошлом году у нас родилось много деток, целых 10 у моих знакомых, 10, по-моему, или, ой, я уже запуталась, 9, 10, 11, но много детей, поэтому можно связать носочки из этой пряжи детские, будет замечательно, кстати, вот эти носочки тоже пойдут на детские, вернее, эта пряжа тоже пойдет на детские носочки, здесь вполне хватит, я убираю, и еще хочу показать одну пряжу, это вот такая вот пряжа, я покупала ее в фикс прайсе, просто написано пряжа, хэдмейк клуб, 80 грамм, нет, 90 грамм, 210 метров, это стогольная синтетика, у меня был еще вот такой моточек, я вязала следочки, и отправила их Ане Полозняк, в прошлом, ну, это в 21 году, в 22 году, извините, для того, чтобы она передала в обществе инвалидов, по слуху или зрению, вот такие остались у меня, вот этот вот моточек остался у меня, я хотела себе связать носочки, от мыска, для дома, и я думаю, что на, ну, по идее, мне должно хватить на носочки, они будут коротенькие, почему стала от мыска, сказала, потому что, я не знаю, насколько, сколько мне хватит пряжи, насколько мне хватит пряжи, но я думаю, что от мыска два носочка мне связать вполне будет достаточно, так, что еще хочу сказать, но остальное здесь, здесь, в общем, много всего, но я, я еще хочу сказать по поводу одного артикла, вот такой пряжи, это, ой, бежала, катилась, это подмосковная, у меня было ее полкилограмма, я из нее много вязала носочков, носочки с пяточкой стронг, и сзади было переплетение, и у меня здесь осталось, наверное, на одну пару точно есть, может быть, на две пары, небольшого размера, но, допустим, 35-36, я из нее буду вязать именно те же самые носочки, мои фирменные носочки, как Аня сказала, это говорит, Наталья, на фирменные носочки приехали, вот, ну, и остальную пряжу, я, да, вот у меня еще махерчик остался, моточек, остальную пряжу, я не буду показывать, потому что она вся, в принципе, она вся одинаковая, это семеновская полушерсть, вот ее много, она разная, это пойдет следочки, в носочки, добавления, я просто ее взвешу, всю, здесь нет никакой другой, кроме вот этой пряжи, кроме семеновской, я ее всю взвешу, и, так и запишу, семеновская полушерсть, нет, еще у меня есть, один артикл пряжи, давайте я это уберу, чтобы она нам не мешала, так, я хочу ее показать вам, это пряжа, называется, вот она вся, вот такая, вот видите, сдерганная, это называется Ангора Кролик, вот такая этикеточка, Ангора Кролик, по германской технологии, это Колор Сити, я говорила, что Колор Сити у меня пряжи достаточно много, но у меня с ней не случается, не случилась любовь, кстати, вот это тоже Колор Сити, эта пряжа называется, там написано, что это 70% шерсть собаки, а как она называется, я забыла, у меня есть обзор на эту пряжу, я вот тут вот в верхнем правом углу подпишу, вставлю вернее ссылочку на этот обзор, кому будет интересно, можете посмотреть, но это мое, сугубо мое мнение, я знаю, что девочки вяжут из этой пряжи, и она им кому-то заходит, кому-то не заходит, мне Колор Сити вообще никакая не заходит, вообще она мне не нравится, но тем не менее, я носки связала, носочки неплохо смотрелись, смотрелись, просто, знаете, я считаю, что производитель должен писать честно, если это акрил, пишите акрил, если это шерсть, пишите шерсть, но когда написано шерсть собаки, а там ее даже близко нет, то это, в общем-то, я считаю, что это непорядочно, но это опять же только мое мнение, я не хочу никому его навязывать, это мое сугубо мнение, и я просто говорю то, что я думаю. Итак, это ангора кролик, здесь, но здесь я уже не могу сказать состав, потому что, а, вот, 60% ангоры, 40% кролика, видите, вот, ну, здесь в 100 граммах 500 метров, и вот такой цвет, я, собственно, купила, я одно время достаточно много покупала этой пряжи, Color City, но потом сказал, успокойся, ну, не вяжется у тебя из этой пряжи, и успокойся. Вот такой цвет, очень красивый цвет, мне очень нравится он, я, у меня было полкилограмма, я брала упаковку, я вообще покупаю пряжу упаковками, в основном, вязала с Жанной, и мы вязали такую жилетку, не жилетку, ну, что-то я, честно говоря, нет, это не жилетка была, потому что там были рукава, я ее связала и тоже не носила, она у меня где-то валяется, даже не знаю где, надо ее куда-то убрать из моего шкафа, вот у меня такое, есть вот таких два матка, здесь полный мат, полное, 100 грамм, здесь я не знаю, сколько здесь меньше, и тоже я на носочки отправлю, либо это будут фаришки, но это никакого изделия никак не будет, хочу очень всю извязать пряжу Color City, куда-то ее деть, я не знаю, не знаю, куда ее деть, но не хочу больше иметь ее в своих запасах, она у меня никуда не девается, к сожалению, вот, остальное я показывать не буду, я это все взвешиваю и напишу просто полушерсть семеновская, ну и буду куда-то добавлять, но на этом все, носочную пряжу я все показала, все показала остатки, которые пойдут тоже в носочки, в шапки, в варежки, потому что у нас стартовал проект, который организовала я, называется шапки, варежки, носочки, и там мы тоже будем вязать, вернее, я буду вязать из этой пряжи, и буду обязательно показывать, но на этом все, первая часть у меня закончена, я показала в первой части только носочную пряжу, а у нас еще будет, я не знаю, сколько частей, но потихонечку я буду снимать видео о пряже, мне просто очень интересно самой, сколько же у меня ее в запасах, я думаю, что много, но не настолько много, как есть девочки, которых там 80-100 килограмм, я думаю, что у меня теперь осталось, наверное, килограмм 40, но это тоже, согласитесь, много, тем более, я очень ограничена во времени, у меня очень много времени уходит на дорогу, но в дороге я ничего не могу вязать, потому что я езжу в транспорте, где мы дружно стоим, прижавшись друг к другу, вы понимаете, что вязать в этих условиях просто невозможно. И еще я уже забыла, говорила ли я о том, что Анна говорила, что не обязательно снимать пряжу, и тот, кто хочет, тот снимает, вот я захотела, я снимаю, и Анна говорила о том, что можно снимать пряжу, показывать на протяжении всего проекта. Я не буду снимать прям сегодня всю свою пряжу, не буду показывать, буду показывать, ну, как-то ее через какой-то срок, но постараюсь показать ее пораньше, чтобы, чтобы, ну, как, ну, собственно, даже если я начну из нее вязать, я скажу, что я начала из этой, все равно я ее буду показывать, все равно я буду учитывать. Поэтому буду показывать, буду снимать, буду показывать. Кому интересно, приходите, смотрите. А если вы пришли, посмотрели, и еще не подписаны на мой канал, то непременно подпишитесь, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет новое видео. Ну, я благодарна всем моим зрителям, всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем, кто приходит ко мне на канал, смотрит мое видео, оставляет комментарии. Огромное, огромное вам спасибо. Ну, и всем желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов, самое главное, мира и здоровья. Ну, и на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok